Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы. Сегодня пришло время сеять сальвию. Я вам показывала обзор своих покупок и обратила внимание на то, что в этом году я буду создавать так называемый миксбордер из циненарии. Это серебристое растение, лиственное, декоративное. И вот сальвии разных цветов. Алая, алый кном и лира, достаточно розовая, необычно нежный цвет. И сегодня я приглашаю вас вместе со мной посеять такие прекрасные цветы. Заключается проблема в том, что эти семена достаточно мелкие, так называемые пылеобразные. И действительно вы сталкиваетесь с проблемой, как же их посеять. И вот несколько советов о том, как сеять такие семена. В предыдущем видео я с вами высаживала лабелию мелкоцветковую. Это ампельное красивое растение. И я большое внимание уделила знаком зодиака. Именно высаживание цветов. Как луна должна располагаться, венера как должна влиять на наше растение. И в каком знаке проходит венера. Это очень важно. Если вам интересно, вы вернитесь на видео посадка лабелии. И я различаю даже даты, когда мы высеваем просто лиственные растения и когда цветущие. Но заостряю внимание, что на протяжении всего года я для вас делаю видеозарисовку лунных календарь с учетом прохождения в знаках зодиака луны. Поэтому вы, пожалуйста, вернитесь на это мое видео. И вот сегодня мы с вами сеем сальвию. Здесь семена не настолько пыльные. Но они все равно достаточно мелкие. Их немного. Они покрупнее, чем питунья. Но они тоже требуют такого деликатного к себе отношения. Вот я покажу вам, какие семена, если получится вам показать. И основа в чем заключается. Посмотрите, какие контейнеры. Сейчас я все-таки положу семена. Какие контейнеры я использую для выращивания и овощей, честно вам хочу сказать, и цветов. Вот такие тетрапаки из подсоков, которые на протяжении осени и зимы, ну в любом случае мы пьем, как бы мы к ним не относились. Обладают внутри, посмотрите, вот такой зеркальной поверхностью. И на протяжении уже буквального каждого видео при посеве семян я вам рекомендую использовать именно вот такую тару. Посмотрите, даже сейчас я вижу, что вы видите отражение от вот этой крышечки. Мы когда посеем с вами семена, они взойдут. И такие семена, вот сальвия в данном случае, мы высеваем достаточно рано. В начале февраля, но это с условием, если у вас есть подсветка. Можно в конце февраля, но мы понимаем, что мы оттягиваем время цветения. А вот такой контейнер, даже вот как сейчас, вот у нас и солнца как такового нет. Но вы посмотрите, как играет зеркальная поверхность. То есть вы посеете свои семена, они прорастут у вас. И выставляя на солнечное окошко, у вас дополнительно получится освещение. Цветам, так же как и овощам, нужно 12-14 часов времени, дневного времени. Но день у нас увеличивается, плюс у нас такая неугомонность. Поэтому мы высеваем эти семена в феврале. Какой грунт я приготовила? В этом контейнере для любого способа высаживания овощей и цветов, я использую такой грунт. Внизу, ну я уже заполнила, не имею вам возможность показать. Внизу я всегда располагаю опилки, где-то толщиной в сантиметре. Потом у меня идёт достаточно лёгкий грунт. Это лесная земля, я уже тоже о нём вам говорила. Это грунт из-под акации, я его собираю до листопада. Это где-то сентябрь, начало октября. А сверху я всё равно пользуюсь покупным грунтом, который достаточно лёгкий. Он сформирован из торфа, здесь вермикулит, перлит может быть. Это удержатель влаги, такие беленькие частички. Он смешан в определённой пропорции. Я вам рассказывала рецепты, есть у меня видео о грунтах. Но в связи с тем, что время у меня поджимает, поэтому я вот делаю буквально вот такой пирог из трёх слоёв. И теперь, засыпав опилки внизу, потом листовой дёрн и вот такую торфяную смесь, купленную, я уверена, что мои растения получат хорошее питание. Корни будут проникать вниз, когда в листовую землю и в опилки. Они будут распространяться довольно-таки хорошо. И у меня будет хорошая корневая система. Ведь для нас сейчас самое главное не вырастить вершки, а именно получить хорошие корешки. Поэтому прислушайтесь к моему совету. И сейчас я покажу, как я буду сеять сальвию. Обратила внимание на то, что в такой коробочке у меня поместится два сорта. Я разделила ручкой. Вот он хорошо царапается. Вот такая фольга здесь. И здесь подписала сальвия лира, а здесь сальвия алая у меня. Сроки посева у меня 9 февраля, 9 февраля. Для того, чтобы знать, когда были посеяны семена. Дорогие мои зрители, целый январь месяц я вела беседы с вами о семенах. Я вам говорила о том, как мы их закаляем, стратифицируем и даже скарифицируем. И если вы купили в этом году семена, скорее всего вы купили в холодное время года. Это январь, декабрь, февраль. И в магазинах достаточно холодно. И наши семена практически уже прошли именно такую стратификацию на протяжении 2-3, а то и 4 месяцев. Они длительное время находились в достаточно холодном помещении. Для растений обычно это хороший фактор. Но в семенах, вернитесь на январские мои видео, есть так называемые блокаторы роста. И они останавливают пробуждение семян. И для того, чтобы разблокировать растения и вызвать гормон роста в семян, я использую всегда горячую воду. Но вода достаточно горячая, может быть и 60, и 70 градусов. Я её не добавляю сейчас в марганцовки, не дезинфицирую. Потому что, как я сказала, у меня грунт верхний покупной. И не для всех семян марганец подходит, потому что он закисляет почву. И некоторые семена могут негативно отреагировать. Итак, я поливаю достаточно обильно. Посмотрите, даже идёт пар. Свой грунт. Внизу у меня опилки. Они будут своего рода создавать такой дренаж и удерживать воду. Заостряю внимание на то, что вот такой полив, он будет у нас нечастый. То есть, вот я сейчас полила. Я даже крышечку вот так накрою, чтобы тепло именно там закумулировалось. И вот это поливо будет достаточно долго для моих растений. Ну, минимум это 2 недели. Сальвия обычно всходит через 2 недели. С соблюдением, ну, вот всех таких возможностей и способностей. Посмотрите, семена, которые не пыльные. Сальвия не относится к пыльным семенам. Не проращиваются на цвету. И вы даже можете вот так закрыть верхнюю крышечку. Посмотрите, у вас ещё достаточно идёт воздух, проветривается, да? Земля не заплесневеет. И растение будет очень хорошо чувствовать себя. Итак, я открываю коробочку. Ну, грунт достаточно тёплый. И в связи с тем, что наши семена прошли вот такую стратификацию в магазине, сейчас мы их греем в тёплый грунт для того, чтобы разбудить гормон роста. Сальвия достаточно мелкая такая субстанция. Поэтому мы её не заделываем глубоко, но и сверху не высеваем. Ещё раз заостряю внимание. Это не пылевидные семена. Я делаю между бороздками расстояние 2 сантиметра, потому что я должна буду попекировать потом рассаду где-то в конце марта. Но я вам хочу честно сказать, что я не всегда это успеваю делать. И очень часто мои растения прекрасно до высадки в грунт чувствуют себя в этом контейнере с вот такой подсветкой. Итак, я сделала бороздки. И теперь укладываю семена на расстоянии где-то 1,5 сантиметра. Ещё раз заостряю внимание. Это из-за того, что я не уверена в своём времени, смогу ли я им уделить внимание. Потому что у меня очень много работы, помимо сада и огорода. И я сразу перестраховываюсь. Видите, я палочкой неглубоко заглубляю семена. Можно семена было замочить и закалить. У нас есть видео на эту тему. Но я вам показываю разные способы посева в данном случае семян. Ну и овощей будем. И вот таким способом, посмотрите, у меня здесь 20 семян. Я вот посеяла сальвию розовую. Лира называется. Ну вот они у меня даже в три бороздки поместились. Вот так вот. Ещё раз хочу сказать, земля достаточно тёплая. Для того, чтобы мы разбудили растение, гормон роста. И убрали так называемый блокатор. Тот, кто заблокировал нам прорастание. Семена должны прорасти где-то на 10-й день. Ну вот дата у меня есть, 9 февраля. Мы с вами пронаблюдаем. И точно так же я сделаю и с этой стороны. Здесь у меня будет сальвия красная. Высаживаем мы сальвию в грунт тогда, когда уже минует заморозки. Это где-то май месяц. Ну, в каждом регионе по-разному идёт. Высаживаем на расстоянии минимум 20 сантиметров. Для того, чтобы... О, здесь у меня намного больше. Видите, как розовая считается более эксклюзивная, по всей видимости. Там всего было 20 семян. А здесь у меня вот так хорошо семян. Ну, мы поместимся, я думаю. И вот я посею сейчас с вами в такие бороздки и сальвию красную. Повторяю, здесь вода достаточно хорошо полита. Контейнер не будет требовать частого полива. Все мои такие коробочки стоят на окне. У меня есть возможность большого количества окон. Ну, здесь, конечно, красной сальвии больше. Поэтому я сею гуще. И это будет необходимость обязательно в пикировке. То есть, я её буду рассаживать по стаканчикам. Потому что я в этом году очень хочу сделать красивый миксбордер. У меня будет серебристая волна, морская пена. И будет сальвии. Поэтому я надеюсь, что я летом приглашу вас на свои цветочные клумбы. Для того, чтобы просто показать вам, как можно очень дёшево и красиво украсить свой цад. И многолетниками, и вот такими однолетними. Неглубоко я заделываю. Потому что сальвия, ну, это не крупное такое растение. Корни уйдут вниз. Земля достаточно у меня тёплая. Ещё раз заостряю внимание. Сальвия очень дружно прорастает. Это не проблемный у нас такой цветок. Вот. Я его чуть-чуть вот так вот пальчиками уплотню. Положу палочку, чтобы различить всё-таки, где у меня два сорта. Я всё подписала. Контейнер достаточно тёплый. Действительно, очень приятно. Я думаю, семена, которые пробовали в таком холодном помещении, сейчас получат у меня большое удовольствие. Мы не стимулируем, потому что в зародыши достаточно питательных веществ. То есть, я не эпином не обрабатывала, ничем. Эпин я для других растений, для овощей приготовила. Теперь я закрываю эту коробочку. И я могу поместить её вот в такой кулёчек. То есть, у меня дыхание есть. Очень тёплая коробочка, очень приятно. Я думаю, такое тепло сейчас сальвия получит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...